Да, да, посмотри, сколько у меня их, да. Росыпь просто какая, вообще караул. Какие красивые, смотрите. Это мы, да, 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 я, я, это так. А мне дети, смотрите, что рисуют. Ну, я их не прошу об этом, да. Хорошо, как они меня изображают, сейчас вам покажу. Я специально сохранила для приколочек, да. Боже, не знаю, с этого желания. Ну, вот я, например, в виде Бэтмена. А сейчас я покажу вам, какая я зубная ферма такая. Опа, посмотри. Вот они меня нарисовали, палочка такая у меня нехилая, да. Волшебная, да. Да, да, приносят мне, Дарья. Волшебный меч. Браслеты мне вяжут. Бэтмена, покажите, пожалуйста, еще. Да, да. Бэтмена, покажите, пожалуйста. Вот так они мне решили. Елене, правда, с ошибками, Николаевне, ну ничего страшного. Мне это дорого, да. Класс. Да, если у меня любят. А что ж, когда же хорошо настанет в нашей стране? Да, да, ну все, я ждала, когда ты задашь рекламу. Когда же нам счастье придет? Ну, что вас интересует? Так как, знаете, вся пропаганда, пропаганда российская утверждает, что все-таки американцы у нас это все затеяли, то хочу вам рассказать, что говорят американцы. Я дружу с аналитиком американским, вот, он проработал здесь в посольстве очень долгое время, 7 лет, очень любит Украину, он звонит, говорит, ридни мои, кахана моя, украина, гимми. Понимаешь, и в марте всех загрузили в самолет, в частный, и увезли всех аналитиков отсюда в марте. Ну, я так понимаю, переживали, что с ними что-то может случиться. Во-вторых, им дали... Ну, короче, рассказывают в марте. Ну, при всем, мы поехали на Рашу, у нас задание изучить все, как бы, спектры экономики, все разделы, где и что надо подкопать, чтобы быстро все рухнуло. Да, и поехали, поехали, короче. Как шпионы американские в России? Да, они поехали, как, по-видимому, как сотрудники посольств там, но поехали с этой целью, ты понял, да? Да, он позвонил в мае месяце и сказал, вторжение 22 августа. И положил трубку. Он так звонит мне периодически, здрасте, не говорит, а только сообщает информацию. Потом позвонил в июне, сказал, что в августе он приедет, будет проездом через Киев, потому что у него здесь машина оставалась и кое-что из имуществ. Он картин очень много покупал, забрать ему нужно было, ты понял. И, короче, он заехал, пробыл здесь несколько дней, сказал почему-то, мы бы за вас мазу тянули до конца, но ваши же вас и сливают. Вот такой был ответ. И он сказал, что вопрос Донецкой и Луганской области решен еще тогда, он мне сказал, что ее с нами не будет. Однозначно. Да, не будет их, не будет. Короче, сказал, это решено уже и все, и обратно отсчета не будет. Но все, мы от них отсоединяемся. А сейчас он позвонил, последний раз сказал, заведем к вам военных человечков и получите оружие скоро. И все, я положил трупы. Так что не бойтесь, типа, мы вас не бросим, сказал, в любом случае. Да, не ссыте, сказал, да. Не ссыте, потому что у меня уже, как бы, ты же понимаешь, что Обама настроен против нас? Ну, конечно. Ты же понимаешь, что Обама нас сливает в полный ей рост вообще. Это черная обезьяна, это мы уже, блин, маты, такие застёпы на него, блин. Ну, Путин ему, видно, что-то там, я тебе рассказывал, пообещала ему что-то. Ну, где этот черный найдет миллиард долларов, а Путину миллиард дать, ты понимаешь, говно вопрос. На сегодняшний день его состояние больше 400 миллиардов, понимаешь? О чём вообще говорить? Он лично из своего кармана может оплатить всех, понимаешь? Чтобы ситуация перевернулась в его сторону. Ну, то, что Обама нас сливает, это стопудово. Но сейчас Конгресс, ты же видишь? Да, республиканцы. Взяли его заборно, всё, республиканцы. Ну, следующий на посту Америки, это республиканцы. Нам бы вот этот день простоять и ночь продержаться, Валик. Если мы дождёмся республиканцев, а нам осталось, это конец 16-го года, то всё, можем отдыхать. То есть, с конца 16-го точно будет всё в порядке, я тебе обещаю. А сейчас надо это всё преодолеть. Ну, я так понимаю, у нас процесс отсоединения Донецка-Луганска сейчас произойдёт. Не знаю, что с Крымом, вот мне интересно, что они решили, понимаешь? Что навсегда бай. Обжария? Да, да, навсегда бай, я так понимаю. Вот, и, ну, сказал, понимаешь, сейчас если вложат у нас деньги, вложат всё-таки реальные, не просто деньги нам дадут на погашение их кредитов, ты же понимаешь, ну, пока все эти 16 ярдов, которые они обещают, это всё погашение кредитов их. То есть, мы не сорвали с ними долговые, ты понял, обязательства, да, и дефолта не было. А на рынок, вдумайся, попадёт всего лишь 2 ярда на валюту. И всё. Это ничего для нас в этой ситуации. То есть, если они всё-таки будут вкладывать нас в банки. В сороковничек бросят. Да, да, то есть, то потом им будет жалко нас терять. То есть, они будут до конца тянуть, понимаешь? То есть, я жду, когда они максимально замажутся всё-таки под нас. Ну, и видишь же, не хотят же с этим идиотом ссориться, с Путиным. Боятся они его, понимаешь, реально. Я так понимаю, он им дурачок уже в кулуарах пару раз, видно, прочесал, сказал. Ну, мне так говорит, Аллан говорит так, что в кулуарах он сказал дословно. Это он мне ещё сказал весной. Ну, при разговорах неконфиденциальных, понимаешь, когда не пишут. Он сказал, значит, так. Это моё. И вы лезете ко мне, блин, на мою территорию, он говорит. Всё это моё было, есть и будет моё. Я же к вам ваше не лезу, он говорит, там, типа, Ливия, Афганистан. Я же типа не трогаю. Давайте он предлагает Обаме. Вот так вот разделимся и всё. А что он сейчас? Он сейчас вынуждает, чтобы Бабам именно с ним себя за переговоры. Понял? И вот эта Европа не интересует вообще, что ему Меркель. Меркель давно его, Аллант его. Они, я так понимаю, в каких-то схемах по газу, видно, с ним участвуют. И он их в любой момент может захоронить. И, да, ядерную боеголовку он бросит туда, в Германию. Он её может похоронить, её карьеру за секунду, я так понимаю. Поэтому она так и ссы, ты понимаешь. И он пытается вынудить Обаму сись за стол переговоры. Поэтому они всё время толкают эту мульку, что это, вот это американский проект. Ну, чтобы ты понимал, это не является американским проектом. Американцы, конечно, в этом участвуют. Как и везде по всему миру они участвуют. Ты же понимаешь, в любой стране они участвуют. Просто здесь уже ситуация достигла, там, с 2004 года до 2014, нужно, ты поняла, уровни. Вот они ведь воспользовались этим. Но это не их сценарий, к сожалению. Потому что если бы был их сценарий, так понимаю, у нас было бы всё гораздо проще. Ну, знаешь, русские, да, толкают, что это... Мне кажется, что-то Путин всё этот сценарий построил, чтобы появилось чрезвычайное положение, не обвести войска свои и так захватить Украину. Мне так казалось, что Путин организовывал Майдан. Ну, знаешь, вот я, понимаешь, как, я ходила, я была 24-го выступа, да, 13-го года я уже была на Майдане. Ну, чтоб ты понимал, да. Ещё до того, как всё это началось. И чувствовала полностью настроение людей, которые туда пришли, полностью вообще. Почему они пришли, зачем? 24-го выступа, ноября 2013 года. 21-го ноября, нет? 24-го, у меня есть фотографии. У меня тоже есть фотографии. Я первый раз, когда помнишь тут, когда... Самый первый вечер, да. Там собралось человек 500 возле арки свободы. Когда этот не подписал чуркий ассоциатор. Я уже был там, часов в 10 вечера я туда, правда, приехал. А, я нет, я была уже днём. Я была днём. Стёпа не хотел со мной идти, говорил. Я не с тобой. Он же, это... Она говорит, психдокументуй на Майдане, психдокументуй. А я уже кричала, шла и кричала, ганьба. Ты вообще понимаешь, да? Он притырился на тротуаре, чтобы со мной ничего не случилось, ты понял? Он с детьми, типа, а я шла, кричала уже ганьба, и всё, и кричала, что я с этим не смирюсь никогда, ты понял? И всё, и смирить фашистский могу. Но я был 21-го, самый первый вечер. Там то 24-го, то другая была, может быть. Это было воскресенье, когда вышли уже с ленточками, с флагами Евросоюза. А я 21-го. Это перед разгоном было сразу, ты помнишь? Ага. Ну вот. И я, ты знаешь, судя по настроениям людей, одно было. Янек. Всё, хотели только его спихнуть. Янек достал всех, ты понял? Это уже был, видимо, пик. А мне такое показалось, что взрыв должен был быть 15-й, и они как бы, чтобы нарыв заранее вскрыть этот... А сами организовали этот Майдан. Ну, люди изначально вышли не власть, ты понял, перевернуть. И никак не этого хотели. Ну, конечно. Просто протест. Хотели просто, чтобы, да, Янек, да, или подписал, или, блин, свалил нахрен. Потому что обещал перед этим два года, понимаешь? Как по мне, мне эта Европа никуда не сдалась. Я понимаю, что прекрасно Украина была бы нормально самой по себе. Я не хочу об этом говорить по причине, чего я тебе рассказываю. Но это невозможно, потому что у нас это многомиллионы армиях чиновников. Вступление в Европу, это плюс 15 лет, Валич. Мы не говорим пока. Мы пока меняем, меняем вектор развития. Вот знаешь, стоял Иванушка дурачок на перепуте. Одна дорога направо пойдет, то налево, то прямо так. И вот мы стояли-стояли на этом перепуте, и все думали, куда нам повернуть, понимаешь? С тем идиотом нам, конечно, было не по пути, потому что тот пот и так уже растащил все. Но Степа говорит, примерно посчитали, но 40 ягод за эти годы. Присвоил, но нифига себе, понимаешь? Это же масштабы, понимаешь? Дальше мы с ним про выжить не смогли бы, но никому вообще. То точка не возврата. Петля, да, уже. Так он знал, он и тянул к ней. Но послушай, они же зачем-то план по захвату Крыма уже 6 лет назад почему-то разрабатывали. А что они его разрабатывали? Просто так они его разрабатывали? Нет, конечно, понимаешь? Значит, такой сценарий планировалось. Судя по всему, это уже рассказывает, это уже я все прочитала и проанализировала. То есть сливание Украины, я так понимаю, предполагалось где-то спустя еще вот, ну, 2 года от момента того, что случилось, ты понял, где-то. То есть Янек, я так понимаю, вообще собирался валить, а Украину просто отдать уже Путину. То есть я так понимал, подразумевался, возврат в этот Евразийский союз, ну, под видом типа Евразийский союз, а на самом деле, ты понял, возврат в исконное луно. Я с Рашей не буду никогда. Я когда я не подписала ассоциацию, меня аж клеммануло. То есть я понимала, что выбор у нас или туда, или сюда, ты понял? Я когда услышала, что это ассоциация не подписывала, я, естественно, понимала, подразумевала, что он вступает в этот союз Евразийский, ну, все, ну, совок опять, блин. Я тебе рассказываю, да. Я уже сидела на чемоданах, вот тогда бы я покинула бы точно страну эти рассказы. Ну, я бы поехала в Польшу, я далеко бы не поехала, конечно. У меня в Польшу все схвачено, диплом, признак, ты понял? А вот сейчас посмотрим это, да. Так что, ты понимаешь? 24-й, 11-й, да, 13-40. Ну, не знаю уж, там где-то иду, Степа пошел, и я пошла впереди. Но началось 21-й. Да, да, 21-й, да. Но началось, да, за 2 минуты. Мустафа там, именно вечером. Да, 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 да. Что еще, что мы еще не сказали? Что еще, что еще? Да, давайте. Что для тебя честность? Ну, так быстро, такой вопрос, как не ответишь. Что для меня честность? Честность для меня, это не просто не врать, но говорить все, что думаешь. Промолчать для меня, это тоже не честность. Понимаешь? Вот такая я категоричная. Да. Я не молчу никогда. В 20 лет дала себе за рук, нет, не в 20 вру, но в 24 дала себе за рук никогда не врать. Стараюсь этого не делать никогда. Очень-очень редко могу промолчать, это только касается моей мамы, 75-летней, ты понял, да, да, чтобы не нервировать ее там, да. Но все равно, моя мама знает обо мне все, вплоть до того, что я, например, могу покурить, ты понял, да. Я могу сделать это при ней, ты понял, да. То есть вот так вот обстоят дела. Вот настолько я честна. А кто на профессии? Она? Ой, она вообще у меня была бывшая секретарь парк-организации, 20 лет вообще, это ужас. Она начальником была, она руководила 10-ю магазинами. Ну такая, ты понял, да. Но я благодаря своей честности, конечно, набила кучу шишек, ты поняла, потому что люди вообще этого не понимали, очень многие меня вообще не воспринимали и считали, что я какая-то сумасшедшая. Но это для меня был принципиальный вопрос, и поэтому детей я, ты понял, я из маленького только они начали меня понимать, понимать, да. Я им начала объяснять, что такое ложь и правда. И повторяю все время одно и то же. Как бы не тяжело было произнести правду, ее надо произнести, понимаешь? Да, в любом случае. Даже если тебе это огрозит, я не знаю, чем, знаешь, катастрофа. Я, ну, мама всегда была противницей этого, она говорила, что я сумасшедшая слегка, знаешь, что нельзя так жить, надо быть хитрее, хитрее, изворотливее, ушлее. А я всегда была другая и говорила, не буду никогда так жить, никогда, как ты мне предлагаешь, никогда. Вот по причине того, что мне некомфортно с собой будет, ты понимаешь? Да. У меня, мне гармонично, когда я вот такая, какая я есть, ты понимаешь? А подстраиваться, что-то исполнять никогда не буду. Поэтому ты же понимаешь, три брака. Ты понимаешь, да, почему? Да. Да, все. Предыдущие, ну, это было три официальных, там три неофициальных, но все заканчивались очень быстро до года, потому что я очень быстро выясняла, расставляла точки все над «э», и я понимала, мне не по пути с этим человеком, или те люди понимали, нам не по пути с ней, потому что с ней очень сложно. Ты представляешь, как со мной сложно жить? Да. Вот, потому что у меня все ясно, я не промолчу, да. Знаешь, говорят, мудрая женщина, она молчит. Меня можно назвать в этом отношении полностью не мудрой, ты понял, да? Вот, то есть честность для меня это очень принципиально. Очень, очень. Что для тебя самое важное. Это один из главных вопросов. Почему? Потому что я считаю, каждый человек, который врет, окружает себя, ты понимаешь, определенной энергетикой, которой я себя окружать не хочу точно, никак вообще. Понимаешь, это люди, которые все время забывают о чем-то, что они врали, понимаешь, с ними неинтересно для меня, потому что я очень наблюдательная, я очень хорошо слушаю и запоминаю, да. Когда я человека ловлю на вранье, я уже сразу к нему теряю интерес. Он еще этого не знает, сидит со мной разговаривает, знаешь, улыбается, а я уже, его для меня уже нет, ты понял, я его уже вытерла из своей странички. Причем, кто бы это ни был, даже, ну вот, у меня такая история была, на день рождения, знаешь, однажды малого не приехала моя подруга, она была его крестной матерью, знаешь, ну и под предлогом того, что она делает балкон там, стеклет в этот день, почему, непонятно, я ее за месяц до этого предупредила, да, а через два дня мне там одна девочка рассказала, что она ее видела в этот день возле оперного театра с ухажером, знаешь, мне без разницы вообще, с ухажером, она не с ухажером, она бы просто мне сказала, Лена, у меня там вот так и так сложилось, мне надо идти, и все, и вообще не было, я никогда не создаю людям прецедента какого-то, не делаем горловую для того, что мне нужно, но вот уж она соврала все, она для меня, представляешь, после 10 лет дружбы просто исчезла, да, я уже все, я не могу с этим человеком общаться, то есть, я же говорю, может быть, я, конечно, и перебарчиваю в этом отношении, но вот так у меня, представляешь, как мне сложно жить. Твой самый главный, важный человек в жизни сейчас? Сейчас их двое, это мои дети, нету никого важнее. Важнее, чем муж? Важнее, однозначно, ты что, я ему это все время говорю, что даже у него иллюзии, не было на эту тему, да, он знает о том, а кто больше всего повлиял на твою жизнь, кроме мамы и отца? Был мужчина в моей жизни, который, да, можно назвать учителем, он был очень плохой, отрицательный, но он меня научил очень важным вещам, мы общаемся, 7 лет назад начали общаться, он меня нашел, мы очень хорошие друзья, теперь и все, и все, и все, и я ему часто говорю, спасибо за это. Субтитры сделал DimaTorzok